Доброе утро, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире радио ТЭТИМ и программа «Якутск сегодня». У микрофона Розалия Борисова. И сегодня у нас будет такой не очень обычный эфир. Мы будем работать в стиле больше подкаста, нежели интервью. И поговорим мы сегодня о конференции, которая пройдёт 10 апреля в городе Якутске. Это конференция TEDx Якутск, которая пройдёт второй раз на территории Якутска, но впервые будет доступна для широкой аудитории и представит очень интересных спикеров из Якутска, Якутии. И соберёт большое количество зрителей. Надеемся, что в том числе и не только из города Якутска, но и всей республики, возможно, даже из других регионов. Поговорим мы об этом сегодня с нашими гостями. Первый наш гость — это куратор мероприятия ТЭКС Якутска, Анна Слепцова. Анна, доброе утро. Доброе утро. Давай вообще начнём с того, что такое TED, что такое TEDx, чем они друг от друга отличаются, и что это вообще за мероприятие. — TED — это американский некоммерческий фонд, очень-очень известный благодаря своим вот этим конференциям, обладающие определённым стилем, стилем TED. Это уже как бренд идёт такой. Конференция TEDx — это вот их ответвление. У них есть очень много разных направлений, разных лицензий, в том числе вот TEDx. На площадке TED выступало очень большое количество и известных людей, и неизвестных, но обладающих какой-то интересной идеей, с которой обязательно нужно поделиться с миром. И это является главной концепцией всех этих конференций и всех этих направлений, веток и так далее. — Я вот сама тоже очень люблю слушать конференции TED, выступления TED. Особенно мне нравятся направления, касающиеся нейробиологии, космоса, Вселенной, физики. Вот какие выступления тебе нравятся? — Я почерпнула очень многое об экологии благодаря конференциям TED. Узнала очень много о развитии науки и о каких-то лайфхаках, которые позволяют сделать жизнь удобной, допустим, в плохо развитых странах, где нет какой-то сильной инфраструктуры и так далее, чтобы сделать жизнь проще. И мне очень нравится, когда рассказывают некий синтез, допустим, науки и моды. Такие вот вещи я очень люблю. — Да, очень много ещё выступлений мотивационного характера о том, как человек преодолевает какие-то сложности, препятствия на своём жизненном пути. И, несомненно, эти выступления у нас волонтёрами переводятся на разные языки. И, конечно же, мотивируют большое количество людей на новые свершения, какие-то шаги в своей жизни. Я думаю, что многие переосмысливают и свою жизнь благодаря этим выступлениям. И очень классно, что такое мероприятие пройдёт и в нашем городе. — Действительно, это такой немножечко безумный шаг был, конечно, подать заявку на лицензию, чтобы провести TED официально, TEDx. И это было большим шоком и радостью, конечно, когда наша заявка была утверждена. Это, по-моему, произошло в ночи. — Да-да-да, это было ночью. Вообще, если рассказать об идее проведения TEDx в нашем городе, то поскольку я являюсь сама журналистом и в силу своей профессии общалась с большим количеством людей из разных профессий, понимала, что идея многих людей, опыт многих людей был бы интересен не только на территории республики, но и по всей России, даже по всему миру. И как-то очень резко вообще возникла идея. А что, если бы мы могли провести конференцию TED? Я, например, не знала, что, оказывается, вообще существует TEDx мероприятие. Да, и подумала сначала о том, что можно, наверное, просто взять и провести такую конференцию, назвать его там TED-что-то. Покопалась на сайте TED, и оказалось, что можно подать такую заявку, и это может сделать любой человек из любой точки мира. Это было очень классно, потому что у каждого есть возможность стать организатором TEDx конференции, то есть это независимая конференция от TED по лицензии. И с этой идеей мы жили в ЦБС, в Централизованной библиотечной сети, где-то год, наверное. Мы думали, как подать, какие темы мы могли бы затронуть. И вот в прошлом году мы, наконец-то, с января прошлого года начали думать. И подали, по-моему, где-то в феврале, в марте месяце эту заявку. Два месяца мы ждали рассмотрения, ответа. И примерно где-то в десятых числах апреля как раз-таки в ночи мы получили письмо о том, что мы получаем эту заявку, у нас есть возможность провести одно мероприятие по лицензии TEDx в Якутске. Назвали мы это мероприятие TEDx Якутск, чему мы были очень рады. Мероприятие у нас было запланировано на апрель месяц, но из-за пандемии мы его переносили. И вот, наконец, мы назначили его на 10 апреля. И теперь он пройдёт точно. Точно. У нас есть 8 замечательных спикеров, с которыми мы сейчас работаем. Я надеюсь, что будет прям очень полезно, очень интересно в формате TEDx. Давай немножко приоткроем такую завесу тайны, да, кто же наши спикеры, какие темы мы рассматриваем, какие сферы мы решили затронуть. Так, так, волнительно. У нас есть тема, очень стремительно развивающаяся в Якутске. Это тема экологии, о том, как один человек может изменить общество и взгляд на вот эту проблему в целом и изменить облик города. Это Ирина Матвеева. Также у нас есть где-то связанная с этим тема. Это моль, которая помогает тоже бороться за экологию. Это моль, поедающая пластик. Спикером здесь выступит Евгений Попов. Это два очень увлечённых своим делом человека, с замечательными идеями. Затем тема, которую я сама очень трепетно к ней отношусь и больше всего хочу услышать подробнее. Это тема «Дома под куполом». Будет её освещать непосредственно руководитель этого проекта Дмитрий Филиппов. Мне кажется, это очень амбициозный, потрясающий проект с отличными перспективами. И очень хотелось бы, чтобы эта тема дошла до широких масс. Мы буквально этой темой смотрим в будущее. Вернее, оно буквально строится на наших глазах. Это здорово. Остальных тоже. Ну давай, остальных мы не будем, потому что сегодня мы ещё с одним спикером здесь непременно встретимся. Она более подробно сама расскажет о том, какой опыт она прошла, о чём она расскажет. Можем затронуть немного только сферы. Есть у нас этнография, есть у нас общественная деятельность. А что я ещё забыла? Есть у нас ещё, ещё у нас есть якутское кино. Да, якутское кино. Об этом мы поговорим. Мы не могли оставить в стороне эту тему. Поэтому будет всё очень и очень интересно. По формату мероприятия мы всё-таки решили, чтобы охватить большее количество людей, чтобы большему количеству людей была возможность приобщиться к этому мероприятию, узнать о том, что такое TEDx, что такое эта конференция. Мы решили провести это мероприятие в формате онлайн. Ссылка будет доступна в свободном доступе. Извините за тавтологию. И проведём мы это мероприятие с нашими партнёрами в замечательной студии, которая есть в Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия в прямом эфире. И это всё будет очень эффектно. Спикеры смогут взаимодействовать со своими презентациями, всё очень наглядно показывать, рассказывать. И думаем, что для зрителей это станет такой очень познавательной, развлекательной площадкой для того, чтобы расширить и свой кругозор, многое узнать, подчеркнуть и, возможно, даже словить какие-то инсайты. До сих пор, честно говоря, не верится, что пару лет назад я сидела и смотрела вот эти выступления о TED, а теперь уже и сижу как куратор этого события. В команде организаторов. Это здорово. И мы с большим трепетом подходим к тому, чтобы сохранить формат именно TED, и наши партнёры в том числе помогают нам строить грамотное выступление. Расскажи, пожалуйста, о подготовке, как сейчас идёт она у нас. У нас пришли первые встречи с нашими редакторами. Это кафедра журналистики СУФУ. Любезно согласились стать нашими партнёрами, поддержали нашу безумную идею. И спикеры сами говорили, что такой подход к выступлению спикера вообще видят впервые, что ему так редактируют текст, помогают сделать акцент, отрабатывают полностью структуру выступления. Для нас тоже это очень важно, чтобы именно передать этот формат, чтобы он смотрелся органично. И мы обязательно хотим, чтобы эти материалы были выпущены на официальном сайте TED. Чтобы миллионы зрителей могли просмотреть и познакомиться с нашими якутскими исследователями и активистами, что было бы очень, конечно же, полезно и вдохновляюще. Также мы сотрудничаем с колледжем культуры. Они помогают нам с актёрским мастерством, поскольку площадка TED — это конференция. Но это конференция, которая является таким синтезом театрального выступления плюс науки. То есть человек должен увлекать зрителя своим выступлением, своей речью, своей харизмой. Поскольку у нас есть среди спикеров те, кто никогда нигде не выступал. И это как раз-таки наша целевая аудитория, чтобы давать площадку тем, кто ни разу не выступал. И чтобы мы помогали таким людям раскрыться, передать свои мысли, распространять свои идеи. Есть те, кто выступал много, но выступал именно в формате научных конференций. А это уже совсем другой формат. То есть это для узкого круга людей, которые заинтересованы именно в этой сфере, которые поймут вот эти все термины. Мы стараемся сейчас, чтобы наши спикеры, они сделали свои выступления, акцент на свои выступления, на аудиторию, которая, возможно, ничего не знает в нейробиологии, ничего не знает в архитектуре, но увлечь их своим выступлением так, что они захотят это изучать, они захотят быть частью, возможно, проекта. И надеемся, что эти выступления еще и поспособствуют тому, что наши спикеры, возможно, даже найдут своих единомышленников, которые станут затем вместе еще и работать. Через несколько минут мы продолжим наш разговор и встретимся с одним из наших спикеров, с девушкой, которая преодолела больше 2,5 тысяч километров только на велосипеде. Девушка, которая просто невероятной силы, характера и духа. И дождитесь Антонины. Антонина нам все об этом сама расскажет. Мы продолжаем наш разговор о конференции TEDx Якутске и представляю вам одного из наших спикеров нашей конференции, нашего мероприятия. Это Антонина Константинова, человек, который преодолел на велосипеде такую невероятную трассу, невероятный маршрут из Анамарского района до города Якутска и преодолела она больше 2,5 тысяч километров. Это просто невероятное расстояние. Я просто даже себе представить не могу, какие эмоции испытывает человек, когда по льду двигается в такое большое расстояние, совершенно один, с рюкзаком, зимой. Вот сейчас все узнаем. Да. Антонина, вам слово. Как вообще приходит такая идея преодолевать такие большие расстояния? Ну, как бы... Вот захотелось. Ну, когда еще, когда мы молодые, нужно что-то делать? Вот сейчас, оглядываясь назад, как бы... Ну... Так. Ну, думаешь, я бы сейчас не поехала. Вот когда вот в то время мне так... Ну, как бы... Я так не думала, я думала, о, это такая возможность, типа, ну, как бы надо воспользоваться. И это был, как бы, один из видов, ну, проведения отдыха. Допустим, это было время отпуска. Мне надо было что-то делать, и, соответственно, я бы выбрала такой путь. Это оригинальный ход мысли. Да, люди на самолете, на море, а человек, как бы, на велике с рюкзаком. Ну, как бы... Это же хорошо. Как бы есть что-то. Это потрясающе, да. До того, как предложили участвовать в ТЭД, была знакома с конференцией ТЭД? Нет. Ну, потом я уже посмотрела и, как бы, заинтересовалась. А сейчас вот как готовишься к конференции? Как проходит подготовка? Ну, готовлюсь сама с собой, договариваюсь, чтобы хотя бы что-то говорить, учиться говорить, ну, и вообще к выступлениям, как это будет выглядеть со стороны. Это такой новый формат для тебя? Да, это совсем новый формат, потому что я, ну, как бы, на работе ты сидишь сам с собой, с документами, практически не разговариваешь за весь день. И, соответственно, сейчас такой, ну, как бы, резкий поворот, что нужно постоянно говорить, и это для меня это как-то совсем необычно. выход из зоны комфорта такой получается. Да, да, это вообще конкретно из зоны комфорта, и вообще далеко. Ну, после двух с половиной тысяч километров на велосипеде, я думаю, это... Ну, это было очень давно, как бы, уже 12 лет прошло с того момента, и после этого тоже был пробег, ну, и, соответственно, сейчас только на машине, либо на другом виде транспорта. Сейчас, конечно, мечтаю о мотоцикле. Ну, тихо мечтаю, но он слишком большой для меня, поэтому, наверное, тоже останется мечта. Ну, такой дух свободы всё ещё есть, да? Да, конечно, конечно. Это вот сейчас, как бы, вот хочется полетать. Был уже, ну, как бы парашют. И парашют был? Да. И парашют два прыжка, потому что первый, как бы, я не поняла, что это было, а второй надо было понять. Ну, третий, наверное, уже недалеко, как бы ждём сезона, когда откроется. Я вот, например, прыгала тоже с парашютом, у меня был один прыжок, я думала сразу, что второй раз прыгну в следующем сезоне, там, лето дождусь. С тех пор прошло, наверное, семь лет. Я так и не прыгнула. Наверное, немножко мне страшновато, я не знаю, но, как бы, мечта остаётся мечтой. Пока что мы ещё думали, что вместе с кем-то прыгнем, на пару, да, но, как бы, до сих пор этого нет. Я просто даже на велосипеде кататься не умею. Я уже учусь третий год, беру велосипед на прокат, иду в парк, и мимо меня приезжают дети, там, семьи, а я падаю. В принципе, никогда не поздно научиться. Вот, допустим, к прыжку в парашюты я тоже шла очень долго. Да, а к велосипеду я первый раз когда села, это было ещё в детстве, меня очень долго учили, очень долго, и мучительно это было, я помню. А потом уже как бы так сложилось, что так получилось, что уже три пробега было на велосипеде, в принципе, общий пробег, наверное, где-то к пяти тысячам подошло уже. Мы работаем в прямом эфире, хочу напомнить зрителям наши номера 32 00 66, 32 11 66, если у вас есть вопросы к нашим организаторам, к спикерам, пожалуйста, звоните, задавайте, есть уникальная возможность пообщаться с ними до конференции. Вот, Антонина, за эти 2600 километров, да, какие были самые яркие моменты, страшные моменты? Ну, самое то, что запомнилось, это, конечно, был волк, который там был, о котором предупреждали водители, которые ехали на встречу, что там, ну, как бы, возле, ну, прям дороги находится, и сопровождающая меня машина до первого, ну, как бы, до половины пути он должен был сопровождать, ну, в связи с тем, что даже вот присутствует волк, ну, и, соответственно, они его потом догнали, ну, как бы, перестрелили до тех пор, пока я к ним доехала, ну, и, соответственно, это был мой первый такой шок, ну, как бы, я впервые видела вообще волка вживую, как, так сказать, ну, уже мёртвый, но уже, как бы, он был вот рядом, я вот даже потрогала, сфотографировалась, но, к сожалению, нету этих фотографий, которые... А когда узнала о волке, не было мыслей, а, может быть, я как-то не поеду? Нет, ну, было страшно, конечно, очень страшно было, но я, ну, надеялась, это же всё равно, как бы, это был зимник, машин было много, поэтому я надеялась, ну, как бы, как говорят, ну, удача, то, что всё равно, как бы, поймают, там, ну, хотя бы, там, ну, если что, там, меня увидят, в любом случае. Ещё какие были моменты? Ну, и, соответственно, кто там был? А, стадо оленеводов, я у них ночевала, да, как они, вот, впервые в жизни я тоже это всё видела, как бы, прожив на севере два года, я так и не увидела ни одного оленя. И, когда я ехала, я, как бы, вообще, как бы, вообще, я была в шоке, что, блин, столько лет прожить и не увидеть ни одного оленя, даже, как бы, близко. я жалела, да, об этом, а тут такая возможность увидела. Даже пожить, не просто увидеть, тебя пожить с ними, да? Да, пожить с ними, как они вот это вот, ну, делают свою палатку, свою юрту ставят, да? Да, это было вообще, как бы, вообще, прям, больше эмоций переполняли, вот, прям, хотелось, вот, потрогать, просто вживую, потому что раньше же всё равно, как бы, смотришь по телевизору, ну, как, рассказывают, а тут сама видишь, живую, да? Всё через себя пропускаешь. Да, да. Ну, и переночевали, там тепло было, несмотря на то, что это, ну, юрта делается за пару минут, вообще, как бы, на пол кидает вот эти вот шкуры оленей, печку ставят посередине, и ты там лежишь возле печки, очень душевно поспала. И ещё рассказывала, что попали даже в такую снежную пробку, да? Да, такое было, такое в этом, когда уже совсем близко от посёлка Оленёк, там прямо, ну, как бы, вот посёлок уже видно, а ты доехать не можешь, там, машины стоят в километровой очереди, машины, там, УАЗики, как его, ППР, большие, КамАЗы большие, ну, и я, соответственно, со своим великом. Потому что там началась пурга, да, я понимаю? там пурга началась, и, соответственно, машины не могли проехать. Меня приютил один КамАЗ, я там очень долго спала, а в это время, когда я спала, этот водитель выходил и периодически копал под машину, ну, чтобы хотя бы там чуть-чуть проехать. каждый раз, когда я просыпаюсь, там, смотрю через окно, я, они там, ну, совсем чуть-чуть, там, проехали, там, максимум метр, наверное. Это было настолько сильная пурга, что, вообще, машины вообще скопились, вообще, несколько дней, они стояли неделями, там, стояли в очереди, да, я потом узнал. Я там два дня, по-моему, присидела, и, соответственно, за мной потом приехали уже соленькая, потому что он вот уже совсем, на нескольких километрах это было. Я представляю, это прям как комикс, как будто читаю столько картин, но есть же шутка, типа, как бы, ты такая худая, типа, там, ветром не сдувает, я говорю, ну, как бы, это совсем не смешно, потому что это реально сдувает, а вот тогда это вот, да, конкретно вообще даже проехать, не пройти, вообще, как бы, ты стоишь на одном месте, ноги идут, а ты стоишь реально на одном месте, вообще, как бы, даже, как бы, сантиметр, наверное, не проходишь. А вот на этом пути, на каком-то отрезке не хотелось свернуть назад и сказать, а нет? Ну, как бы, назад пути уже не было, потому что начало есть, конец будет всегда, поэтому, как бы, это всё, как бы, всю эту, подготовку, насмарку вести, ну, тоже самой, тоже не хотелось. Конечно, были моменты, когда уже лежишь, уже уставшая, смотришь, там, ну, солнце наверху, вокруг никого, абсолютно, один снег и дорога. Вот, если бы, как бы, я специально ложилась вот так, вот, направление к дороге, ну, вперёд, да, чтобы не назад, ну, не дай бог перепутать, потом уснёшь, там, стань. А, то есть, это вайфхак реальный, да, что надо ложиться. Да, или хотя бы велосипед ставить, ну, в такую сторону, в том направлении, да, в том направлении, не путать никак, не передвигать, а в направлении идти вперёд, а то, ну, реально же, на тундре же, ну, как бы, теряются же люди, потому что они, ну, как бы, этот, вообще, направление меняют, да, и, соответственно, там было, да, такое, и было реально, конечно, страшно, что я вообще перепутаю, ну, старалась вообще, ну, как бы, не спать, а просто, как бы, ехать, ну, просто наслаждаться этой тишиной. А сколько дней было этой тишины? 20, 28 дней. Ну, это самый, вот, допустим, с Анавара, 28 дней я ехала. Ну, когда я приехала, я уже, конечно, спала, двое суток я проспала, вот, реально это было. Это же, ну, такой уникальный опыт, вообще, классная история о силе человеческого духа, и такие интересные картины прям появляются перед глазами, здорово. И ещё более удивительно то, что это сделал не человек, который откуда-то приехал за экстримом, да, а живущий на территории республики, который вырос в Якутии и решил преодолеть такой невероятный маршрут. Это был второй маршрут Антонина, первый был из Якутска до Сунтар, второй вот такой экстремальный из Анабара до Якутска, и третий тоже был из Сунтара в Якутск, уже обратно. Вот, и подробнее обо всём этом вы услышите на нашей конференции в день мероприятия 10 апреля. Сегодня мы таки рассказали некоторые яркие моменты, так что слушайте наши конференции, держите в курсе, будет ссылка, заходите, мы сейчас продолжим. Мы вновь переходим к такой организационной работе, освещению этого момента, и наша конференция была бы невозможна без большой команды, команды в числе волонтёров, которых мы набрали, которые сейчас помогают работать со спикерами, которые помогают организовать вообще работу. И сегодня у нас в студии один из волонтёров, человек, который решил стать частью команды TEDx, это Ольга Акаёмова. Ольга, доброе утро. Да, доброе утро. Ну вот расскажи о том, как ты вообще узнала о наборе волонтёров, почему ты решила стать частью команды TEDx Якутск? О наборе волонтёров я узнала через группу в Асапе, так как я ранее уже состояла в волонтёрских штабах, была волонтёром-медиком, и состояла в группе волонтёров-медики пожилым. И так получилось, что наш уважаемый Евгений Абрусев начал рассылать рассылку по поводу того, что идёт набор волонтёров на TEDx. И помимо этого, тогда ещё шёл набор на волонтёров на Musu Star, и значит, я решила, что этой весной я где-нибудь буду волонтёром. И значит, так совпало, что мне на данный момент нет 18, а на Musu Star принимали только с 18 лет, и я смогла попасть только на TEDx в качестве организатора, так как мой возраст совпадал. И тем более, темой TEDx я уже давно увлекаюсь, где-то года три, и из этого данная сфера для меня очень интересна. А какие выступления вообще сама любишь слушать? И вот топ-3, например, любимых выступлений из TEDx? Прямо таких любимых выступлений у меня нету, но могу назвать то выступление, с которого всё началось. А началось всё с того, что я прослушала выступление одной девушки, которая на данный момент проживает в США. Но она является уроженкой Северной Кореи, и она рассказывала про то, как она совершила побег из данной страны. Данное видео завирусилось в Ютубе, и как-то попало ко мне в рекомендации. И после этого видео я полностью заинтересовалась этой темой. На данный момент я слушаю в основном такие темы, как отношение людей друг с другом, саморазвитие, карьерный рост. И как удивительно, меня часто ещё интересуют нутрисологии. Вот. Здоровый образ жизни. Очень классно. Вообще, когда узнала о том, что здесь, в Якутске, пройдёт TEDx-конференция, какие у тебя были мысли, эмоции? Эмоции у меня были очень яркие. Я буквально хлопала в ладоши и прыгала, потому что это была очень хорошая для меня, очень хорошая для меня новость была. Я серьёзно прыгала, хлопала в ладоши, всех замучилась, говорила, ура, у нас будет TEDx. В общем-то, я бегала, бегала, разносила всем новость, и вы бы видели мои эмоции, когда я узнала, что меня приняли в качестве организатора TEDx. Это было что-то с чём-то. Я была очень рада данному событию. Здорово. И какие у тебя, ну, расскажи, вот, слушателям, зрителям, чем ты занимаешься как волонтёр TEDx? Как волонтёр TEDx на данный момент я курирую своего спикера. Я передаю ему информацию, то, что, например, завтра у вас будет урок по актёрскому мастерству и так далее. Я предупреждаю своего спикера. И если есть необходимость, могу назвать ему что-то, что он не знает. То есть ко мне идут вопросы, я дальше иду к другим организаторам, спрашиваю, что мне сделать, как мне это уточнить, и далее передаю это спикеру. То есть я являюсь некоторым мостом по связи. Ну и если вот немножко рассказать вообще об оргчасти, то каждому спикеру у нас прикреплены волонтёры, плюс у нас есть волонтёры по оргчасти, да, и каждый волонтёр у нас ответственен за своего спикера, чтобы он в определённое время был в определённом месте, не пропускал там какие-то встречи. и каждая цепочка вот этих событий, она как раз-таки является звеном для того, чтобы мероприятие прошло на должном уровне, за что огромное спасибо нашим волонтёрам, которые 24 на 7 у нас на связи, готовы работать. Плюс у нас есть такая отдельная программа, можно сказать же, для волонтёров, да, то есть мы собираемся об этом писать и в дневниках, освещать эту работу. Да, потому что для нас очень важно, чтобы мы были единой командой, чтобы не было так, что наши волонтёры стоят где-то за кулисами этого события, чтобы они были прям как в таком же статусе, как и мы организаторы, и мы хотим сейчас собираем такой контент, чтобы раскрыть и себя, и наших волонтёров в том числе, и спикеров, и буквально в субботу мы решили, что все посмотрим документальный фильм «Мусор», который нам рекомендовал один из наших спикеров. Ты посмотрела? Да, я посмотрела. Это была бессонная ночь, но очень интересная и увлекательная ночь, могу так сказать, потому что я ранее не знала некоторых тем, которые были затронуты в этом фильме. Конечно, я знала про существование такой вещи, как «Мусорный остров», но я не знала, что это является по большей части фейковой информацией, так как данный остров называется по-другому, у него другое название. И, значит, я состою в школьном экоклубе, и мы как раз-таки недавно вели эрекции ко дню земли и рассказывали про этот остров. И, посмотрев данный фильм, я поняла, что мы рассказывали ненастоящую информацию, то есть эта информация была некорректной. И помимо всего прочего, то есть данного, я узнала очень много интересного. например, я не знала того, что сжигая мусор, мы делаем только хуже. Я этого не знала, я наоборот думала, что ура, мы сжигаем мусор, мы помогаем природе. Но оказывается, наоборот. Оказывается, это очень глубокая тема, над которой нужно думать и рассуждать, над которой нужно всем работать, потому что это очень серьёзная тема. мы рады, что наша конференция позволяет нам ещё и как-то расти и узнавать новое. Вне того, чем мы занимаемся, мы ещё и стараемся саморазвиться в том числе. Вот, и поэтому у нас в скором времени стартует сайт нашего мероприятия, где будут доступны также рекомендации от организаторов, от волонтёров, и каждый желающий сможет посмотреть какие-то документальные фильмы, какие-то выступления ТЭД, будут создаваться такие плейлисты, подборки, книги в том числе, для того, чтобы человек мог на какую-то тему поразмыслить, углубиться, найти своих тех же единомышленников. И волонтёры у нас как раз таки будут такими людьми, которые будут составлять эти списки из своих интересов, исходя из своих интересов. Какие бы темы тебе в последующем хотелось, например, видеть на конференции TEDxEcuts, если она пройдёт, например, в следующем ещё году? Конечно, на данный момент наш этот TEDx, который пройдёт в этом году, он уже затронул большинство тем, очень много тем. Например, та же самая тема переработки пластика, как я знаю, она задействована у нас в данной конференции. история человека о том, как он прошёл путь от Аннабаров до Якузска тоже задействована. Вот Антонина у нас была, да. Да. Но всё-таки можно ещё больше тем добавить, чтобы в данную конференцию было привлечено большее количество людей. Например, та же самая внутрисология, здоровый образ жизни. Так как у нас большинство людей из Якузска плохо знают, плохо осведомлены в данной теме. И всё-таки данная конференция, она насырена на то, чтобы популяризировать науку среди людей. Так что и сама наука должна быть. И то, что такие вещи, как экология и такие вещи, как загрязнения, они очень важны. И то, что нужно, как сказать, уведомлять население об этом, чтобы они знали это. Очень классно, что у нас молодёжь интересуется темой здорового образа жизни, экологии, поскольку это такие взаимосвязанные между собой вещи. И очень классно, что молодёжь думает о здоровье не только себя, а о экосистеме всего мира. Это очень радует, это очень вдохновляет. И думаю, что в следующем году мы тоже с Анной, например, думали о выступлениях и так далее. И как раз-таки тема медицины, например, было бы очень интересно затронуть, потому что наши медики действительно работают в уникальных природных условиях, климатических условиях. И что касается и нашей жизни, и влияния холода на здоровье человека. То есть это тоже такие темы, которые заслуживают широкого внимания. Меня всегда как-то уносит именно в сторону культуры, истории. Мне хочется прямо, чтобы, если бы, допустим, это было очное мероприятие, чтобы у нас был прям какой-то показ, допустим, национальной одежды или каких-то традиций, обрядов. Кстати, тема обряда у нас будет. Этнографическая тема у нас тоже задействована. И нужно здесь, наверное, отметить, что выступление будет на якутском языке, что тоже очень примечательно. Мы это всё переведём далее на английский и на русский язык перед тем, как отправим тет для публикации. И очень классно, что выступление на якутском языке тоже будет доступно для широкой аудитории. Поэтому как-то вот это вот чувство благоговения, оно меня вообще как-то не покидает и хочется, чтобы всё прошло на таком максимально хорошем уровне, не на хорошем, а прям на отличном. И очень-очень болею за это дело. И мне приятно, что оказывается наши волонтёры такие тоже вдохновляющие личности. В следующий раз будешь нашим спикером? С радостью, в вашей радостью. Не будет, что рассказать. О чём, кстати, ты вообще увлекаешься, занимаешься? Кроме вот у нас есть эко-клуб, у нас есть волонтёрство, у нас есть, вот ты любишь смотреть разные выпуски ДЭД о науке, очень осведомлена об этой теме, значит, интересуешься, что ещё? Что ещё? Какие интересы? Очень коротко, у нас осталось буквально полминуты. Я увлекаюсь журналистикой. Прилучательно, будущая коллега, я думаю. Ребята, спасибо большое за то, что вы сегодня были с нами, рассказали о своих мечтах, о своих целях, о том, что вы вкладываете в это замечательное мероприятие Тедекси Куцк. Встретимся с вами тоже на следующей неделе, мы познакомим вас с ещё одним спикером наших телезрителей, вы сможете тоже присоединиться к нашему разговору, готовьте свои вопросы, так что до следующего эфира, всем спасибо и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова